Значит, я вам хочу сказать, что если из народа, я вам уже задаю вопрос. А кто я? Мама, няня, папа водитель. 42 квадратных метра дом, я облезла, как это самое, за то, что ничего. Из народа я, народа, значит, я имею право говорить. Так вот, я вам что хочу сказать. Я честно, когда мне делегировали право подписи, финансовых документов, я согласилась, я тянула, я буду молча всегда, да, я не говорю там, я вот в руки, да нет. Я все это делала, на сегодняшний момент ему обойдет человек, который все-таки будет, знаете, как грант в городе. Я скажу почему. На сегодняшний момент, вот мы работаем с подрядными организациями, которые восстанавливают город. Мы столкнулись с тем, вот я столкнула, я не знаю, что с этим делать, и понимаю, что это ответственность. Стопулись с тем, что подрядчики уходят с объектов, они пропускают жилые дома и уходят. Почему? Потому что на сегодняшний момент, по таким подсчетам, скажем, ну, полтора миллиона это минимум, у нас в бюджете дыра на восстановление жилого фонда многоэтажного вверх бульварной 4. Бульварная 4, там где-то 4-6 миллионов, я не буду громко сейчас говорить, потому что уже сбрасывается документация, но решается вопрос, возможно, выделять жилого бюджета кушать. Вот, но мы написали, все куда надо, мы просим деньги, все. Ситуация какая? Вот я сейчас вижу, у нас серьезная проблема, идет зима. Я сама, вот, который, да, вот, сейчас не будет исполняющего обязанности мэра, я сама вот это вот, я не тяну, я не потяну, я не хочу, у меня нет сил. Если, просто я вижу горящие глаза рядом, как пришла инициативная группа вчера, говорит, мы будем нас во всем убирать сквер по улице Добровольского, помогите, да, я сказала вам. То есть, и вот такая ситуация сейчас, что очистные сооружения, я вам скажу, что творится сейчас на очистных сооружениях. То, что мы сделали, в одну очередь, от стойников и все, оно работает. Резерв, который был, провалились железобетонные лотки, понимаете? То есть, нету ни качества очистки, ничего. Я вам называю, товарищи, те проблемы, о которых мы немножко подзабыли. А за нами, вот, два дня ровно ко мне идет поварная количество детей и семенов, я не знаю, что им говорить. Я пропускаюсь без себя, и из-за этого я плохо себя чувствую. Я сегодня еле честно вам говорю, я никогда не жаловалась, но я еле пришла. То есть, у меня отнимается, зачем оно мне надо? Поэтому я написала заявление на расчет. Значит, я думаю, что, возможно, кто-то, я не бог, и это самое, есть люди, которые действительно могут потянуть в этих условиях. То есть, я была сейчас в всяких условиях, но мне очень сложно. Я, значит, официально заявляю на расчет. Единственное, что я прошу, сессия все никак не состоится, поэтому я прошу, мой кадровый вопрос, увольте меня, пожалуйста, чтобы меня инсульт не схватил. Я просто очень сильно переживаю за объекты, вы же понимаете, там мы не сделали, это мы не можем. Там у нас пробел-провал, там мы не можем, давайте находить кого-то, спонсоров, которые это будут делать. Мы не можем. Я вам еще больше хочу сказать. Сейчас идут бюджетные заплаты на 15-й год. Как мы сработаем за вот эти месяца, за месяц, даже за этот месяц, зависит наша жизнь в 15-м году. Города, не моя, а меня как народа, как города, она зависит на будущее. Это бюджетное учреждение, это жилой фонд, это вся соцсфера. Я вам просто говорю от души. Я, нет, вы имеете все, каждый, 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 право свое, вы имеете выставку. Я просто должна, товарищи, вам это сказать, что у нас есть проблемы. И по-жилому, я молчу про частный сектор. Там работают и КАР, и ООН, и фонд возрождения Донбасса, помогают, чем могут, и депутаты помогают, все. Это да, но это мало. На сегодняшний момент не принята постанова Кабмина по возмещению компенсационных выплат. И люди плачут, они плачут, понимаете. Я вам просто говорю, что громады, послушайте меня, они все идут сюда.